Бум-бласс! Бум-бласс! Я промачу в Барьявасе! Я промачу в Барьявасе! Я промачу в Барьявасе! Я промачу в Барьявасе! Шалом алейкум, уважаемые. Радио 70% в ваших ушах. Это Чаймастер и... Бола. Чуть не ударил чайфоном человека. Это потому, что мне как-то уже на всю эту технологическую... Да, у нас в Вундервафле. Технологическую тему. Потом, потом. Все личное. Давайте вначале как-то все по-официальному. А то вдруг на радио возьмут. У нас 2020. Новый фискальный год. От себя хочу добавить, что я сделал две вещи для записи этого подкаста. Во-первых, не сходил в туалет. Чтобы у нас получился подкаст наконец-таки короткий. Чтобы не пришлось мне 40 или 50 минут резать. Это во-первых. Во-вторых, все думал, как бы вот эти подкасты радио 70% начать. Потому что было много планов. Было много людей, с которыми хотелось встретиться и поговорить. Супер интереснейших людей, замечательных. Все скатилось к тому, что вот в какой-то мере 2019 год, ушедший, слава богу, самый чертов, черный, вонючий год, сраный, ужасный, безработный. Начался новый год точно так же. То есть он начался с Вундервафли. И это меня бесит жестоко. Что вы можете сказать, уважаемые, по поводу вот этих вот ужаснейших технологических совпадений в моей жизни, который уже полностью перешел на пролетариат. Кстати, в этом круг замкнулся. Мы на самом деле в Вундервафле начинали как я, человек, таскающий полки и работающий в тюрьмах Израиля. И ты как человек, который... Ну, там, хай-тек, ну... Ну, так будем надеяться, что это случайное совпадение. Случайных совпадений у работников хай-тека даже бывших не бывает. Ну, у меня есть на эту тему какие-то конспираси-сеорис, но я думаю, что... Изложи. Всем интересно послушать. Нафиг, нафиг. У меня вот такая теория. Ты работаешь... Это у тебя Новый год. Я ничего не наряжал. Лично я против всех этих диких праздников, которые якобы кого-то объединяют вокруг чего-то. У меня тоже. Я год побыл безопасником, а теперь я опять разработчик. Но... Поздравляем! Но это же как бы регресс. Ну, потому что я до этого был разработчиком, а потом стал безопасником, и тут такая лажа опять. Согласись, что регресс когда-то был, допустим, специалистом по пользовательскому опыту и ведущим дизайнером, и стал разводчиком пивных бочек и мойщиком грязных пивных холодильников и кранов, то здесь регресс как-то более ощутим, нет? Ну, в смысле, по деньгам он неощутим. Что ты говоришь? Мне приходится уже второй или третий месяц подряд одалживать, чтобы хоть как-то счета оплатить. Не говоря о том, что я снова просто веду абсолютно радиозожный образ жизни и экономлю на еде собственной. Это происходит и в хай-теке, да? Я так правильно тебя понял? Пока нет. Но... Пенсил-драп. Нет, но я полагаю, что такое тоже возможно, то есть... Так вот, я полагаю, что это возможно. Жрать нечего, ты понимаешь, ты полагаешь. Уважаемый. Пролетарий против программиста. Все, мы вернулись, круг замкнулся. Может, пора заканчивать рубрику, нет? Я еще слышал, есть такая фишка, называется burn-out. Это типа, когда вот тебе все забарабанило. Нет, мне хочется обратно зарплату и теплые горячие обеды. Понимаешь, мне этого очень хочется. И так, чтобы на жизнь хватало. Ты уже, слушай, мне из банка впервые в жизни позвонили и сказали, а че, че ты, че ты, че это ты себе позволяешь, тут минус пять шекелей на счету? Я говорю, ну, отдай, причем, знаешь, такой тон уже. Слышь ты, чмо, мы тебе тут должны свое время отвлекаться от фейсбука и звонить? Работаем, работаем. Но, слушай, у нас же вандервафля, поэтому давай, как ты дошел до такой жизни? Почему у тебя есть getcontact? Кто есть? Вот эта волшебная аппликация, которая номера телефонов угадывает. А, труколер. А как оно получилось? А все из-за политики. Вот есть понятие «американская мечта». Вот у меня есть мечта по поводу всех американцев. Я бы ее хотел технологически изложить. Меня очень интересует, есть ли в мире люди, которые технологически могут пролонгировать нахождение у власти Дональда Трампа. В Америке, конечно. Не в какой-нибудь там Саудовской Аравии, или в Бутании, или, допустим, в Латвии. Где его с удовольствием, конечно, примут. Даже недвижимости дадим. Она все равно там никому не нужна. Вот есть государство, где недвижимость никому не нужна. Так вот, Трамп, президент Латвии. Вот это было бы весело, кстати, посмотреть. Так вот, нет, чтобы он остался президентом Америки. Потому что вот этот вот мой, как ты сказал, burn out? Так вот, мой downfall, понимаешь, начался из-за вонючих корпоративных сук и сучек американского, так сказать, происхождения, которые, собственно говоря, очень несправедливо поступили с таким ведущим специалистом пользовательского опыта и дизайна. Я знаю, что все они целиком и полностью настроены против Трампа. Они все, вот, кстати, вообще в частных беседах, если такое понятие вообще существует, у этих людей, ну, их нет, это в основном small talk, это безумные какие-то вещи, которые ничего не означают. Вот есть реальные мастера, которые могут долго говорить. Это не чаймастер. Но вот только ты им скажешь Трамп, и у них включается просто какой-то шлюз канализационный, открывается, и из них начинают просто рвать словами, фразами, между метями, и, конечно же, мнениями, которые очень интересны и, конечно же, ну, просто нереально, нереально аргументированы. Так вот, я хочу, чтобы уважаемый Дональд Протрамп, который для Израиля и конкретно для Иерусалима сделал огромное количество добра, ну, по крайней мере, сейчас, может быть, нам это все аукнется, а нам вообще все аукнется, так что наплевать. Сейчас приятно, что хотя бы одна страна из ведущих признала Иерусалим столицей мира. Хотя я знаю, что если бы я был, допустим, мега-религиозным, ортодоксальным, вот, кстати, по-моему, про это мы говорили год назад ровно, про ортодоксальных евреев в хай-теке, если бы я таким был, то я бы сказал, да че это Трамп пришел и ушел, у нас тут вечность в руках. Иерусалим для нас вечная столица, и поэтому нам накакать на ваше гойское или негойское мнение. Так вот, я хочу, чтобы Трамп остался у власти и продолжал троллить этих маразматиков, у которых уже, во-первых, а, у них негде, им некуда тратить деньги, у них даже амбиции ВДСМовские. Что? Ну, мы же про Труколя. Так вот, я иду к этому. Ты же понимаешь, это же, послушай, это первый подкаст в новом фискальном году. Дай мне разговориться. Ты все равно куришь. Вот как пролетарий не курит, а программист курит. Потому что ваша жизнь пропитана ядом. Вы хотите себя убить. На самом деле вовсе нет. Да. Мы хотим себя убить, но там, ну, ладно. Вернемся к тому, как ты хочешь себя убить. Да, я, кстати, про это тоже хочу сказать, про то, как я хочу тебя убить. Нет, в себя или тебя. Вместе. Умрем вместе, как Тельма и Луиза. Вундерваффле закончится. Мы упадем со второго этажа в армадганью и покалечимся нахрен. Следующая серия из больнички. Ну, могут и не доехать. Я к чему? Дональд Трамп должен остаться у власти, чтобы троллить всех этих бармотов-демократов, которые, если честно, уже в своем фашизме откровенном по отношению к антисемитизме уже зашкалили до таких высот, что, честно, это даже не смешно. И это не смешно, как сериал «Замечательная миссис Майзель». Вот мне реально это говно не смешит. И вот эта ситуация с демократами тоже не смешит в Америке. Хотя за них столько евреев голосует. Да, кстати, в Джерусен 1 января в одном хостеле был и разговаривался с тетей, которая мне очень много сказала интересных. Я не знал об этом. А Трампе таких новостей, она была за него. Она была в городе Перм, кстати. И она была в городе Рига. Вот такая вот тетя за 50. И звали ее Венди. А я был Питер Пеном. С пивным краном. Так вот, я к чему. Возвращаемся. Тру колер, да. Объясняю. Если Дональд Трамп остается, то, возможно, Биби Ниттаниау, новый наш бессменный премьер-министр Израиля, наконец-то сменится. То есть, я вот думаю, я вижу где-то прямую конспирологическую, да, связь. Потому что этот урод реально уже всех достал. И объясню. Тру колер был поставлен по причине того, что огромное количество вот этих выборов и самых ужасных предвыборных программ просто закакали мне весь чайфон, на который должен был быть записан уже 10, как минимум, вундервафель. Но этого не случилось из-за того, что я стал пролетарием и перестал быть человеком, близко стоящим к хай-теку израильскому, конечно, кошерному и кровавому. Огромное количество спама в виде сообщений СМС, в виде ММС, в виде звонков автоматических, еще которые не включаются, ошибочных факсов, обрушилось на чайфон в таких количествах. И даже если ты, пользуясь чайфоном, пусть и не последним, наверное, может быть, в этом проблема, блокируешь эти номера, это все равно не работает. Потому что они продолжают еще больше приходить. Так вот, тру колер, я все время думал, что это приложение работает офигенно на андроидных системах, но оказывается оно есть и для iOS. 2019 год, йоу-йоу, десятилетие подходит к концу. Я его установил. Во-первых, он каким-то образом, может, они перестали до меня дозваниваться. Во-вторых, парочку звонили и прям сразу высвечивалось. Чувак, это спам. Ну, я не отвечал. И как бы подтверждал, что они спам. И это круто. Это вообще огромное количество. Особенно сейчас, когда ты за рулем, очень часто это дико отвлекает. Я еще не настолько... То есть я всем уже сказал, что я на телефонные звонки не отвечаю, когда вожу. Но это всех мало волнует, понимаешь? Так что TrueColor Rulis, да? По поводу смерти, или ты хотел добавить про TrueColor? Нет, я про TrueColor. У этой волшебной вундервафли есть обратная сторона. Довольно неприятная. Она создана программистами? Нет, проблема не в программистах. Ну, вернее... Только в них. Окей. И маркетолога. Нет, проблема в окупаемости. То есть тебе этот сервис сдается за бесплатно. Но, как ты понимаешь, ничего бесплатного не бывает. Чего, книжку мою телефонную возьмут? Ну, очевидно же, нет. В смысле, зачем им? Ну, там огромное количество работников HR, всяких израильских компаний, которые обещают тебя устроить с какой-то космической скоростью на должность твоей мечты и жизни. Там огромное количество людей, которые, как только я потерял некий социальный статус, как-то потеряли меня в своей жизни. Так пусть Труколер пользуется этим списком говноедов, простите, в свое, так сказать, удовольствие. Давай я с тобой, ну, и слушателями поделюсь аналитикой слэш-слухами. У русских в недавнем времени запустилась какая-то такая же аппликация по функционалу, просто называлась она по-другому. В какой-то момент Каспиар выпустил тележку о том, что, боже-боже, не устанавливайте это, потому что гроб-гроб кладбище. А из анекдотов там получилось так, что ты, когда смотришь на эту базу, то у тебя есть люди, для которых существует, например, 30-40 разных элиасов. То есть, понимаешь, ты же, когда сдаешь адресную книжку... Я понимаю, что ты просто забыл русский язык. Нет. Ну, грубо говоря, там есть какой-то номер телефона, напротив которого написано, что это Вася, Петя, Женя, драк-дилер и так далее. И оказалось, что... Ну, это даже не бигдата, понимаешь? Это просто две таблички, join, да, и вот номера телефонов, напротив которых у тебя это счетчик выше там трех-четырех, а дальше чуть еще аналитики насчет того, что тут записано Женя, а тут записано Женя русскими буквами, а тут английскими. Вот эти, у которых, скажем, больше десяти меток, бандюки и разведчики. Скажи мне, пожалуйста, уважаемый Бола, ты не в курсе? То есть, я уже, конечно, не владею, наверное, информацией, скажут некоторые HR-кадры, профессионалы, но мы живем в эпоху, когда уже все украли. Всю личную информацию уже давно перепродали, и ее уже даже Северная Корея не купит, если ей бесплатно предложат и еще доплатят. Нет личной информации, ну, может быть, там, не знаю, рождение ребенка. У каких вообще людей, которые пользуются смартфонами, рождаются дети? Если рождаются, они неинтересны. Так что особо какую-то, вот какую программу, я не знаю, новых порнофильмов не выходит. Ну, то есть, может быть, выходит, но я не знаю, вот люди, которые подписаны, например, на обновление порнохаба. Вот есть такие? Наверное, есть. Пауэр-юзеры всякие. Хорошо. И им что, реально на почту приходят, вот, вышло еще 500 новых фильмов, и они все их, вот, просто приходят после работы, хватают бутылочку крафтового пива и начинают зырить это все, там, одеты в солдатские носки. Смысл в том, что сколько личной информации можно украсть? Она уже вся украдена. И новое не происходит. Ну, то есть, не появляется. Не понимаешь. Вот есть, что у американцев, например, выцеплять, что кто-то занимается криминальной деятельностью. Ну, такой чудесный порносайтик, Эшли Мэдисон. И в какой-то момент с него дампанули базу. Давно уже довольно дампанули базу, и ни тебе, ни мне это неинтересно, потому что, ну, мы не целевая аудитория. Да? Платить за порноху это за подло. Суть не в этом. А потом, до жуликов дошло, и они стали рассылать письма счастья. Письма счастья, типа, а вот я знаю, какие у тебя, значит, вкусы в порнухе, а давай я это не расскажу твоим друзьям в фейсбучике, а давай... А кто в фейсбуке в 2020 году? Вы что? Ты будешь смеяться, но часть из этих шуток юмора, она была с криптовалютными кошельками, на которых можно было проверить баланс. И баланс этой шутки юмора был не нулевой. Ну, понятно, что есть всегда люди, которые, особенно если это американцы, и что? Ну, жена узнает, муж узнает, что ты, какую порнуху смотришь, и что это? Что такого в этом есть? Хорошо, твоим сослуживцам это перешлют. И что произойдет? Тебя уволят из-за этого с работы? Замечательно, ты освободишься, отлично, Чака Паланика, читайте, Fight Club 20 лет назад или 30 лет назад написан. Вот для этого скама ты тоже не целевая аудитория, потому что... Супер, поэтому мне да плевать, пусть троллят прогеров сколько угодно, чем больше их выкинут на рынок работы черной, руками, ногами и спиной, тем будет лучше, потому что только тогда мир начнет понимать, что может быть, может быть. Многие, как бы так сказать, поймут, что нафига я выкладываю столько денег на БДСМ, я могу просто таскать пивные бочки. Они будут на меня падать, валиться, я буду получать травмы, в общем, для садистов. Это рай. Работать на... И платят. Да, платят. Не будет хватать на жизни и я могу отказаться от денежного рабства. Оказывается, вот такая фигня есть тоже. Ну, типа там люди, которым ты обязан отдать деньги, они такой вот вид мазохизма веселый. Я полагаю, просто им по большей части на работе платят больше. Но это пока. Слушай, у меня еще одна тема есть, дикая. Я просто слушаю радио, очень много радио слушаю, потому что в машине, вот, кстати, технологическая новость, всего один вход USB, и так как приходится иногда пользоваться навигационными приложениями, которые просто разряжают тебе телефон на раз, приходится заряжать телефон через вот этот USB-вход. Если там заряжается телефон, я не могу включить старую китайскую USB-флэш-карту, на которой у меня записана та музыка, которая, собственно, помогает не сойти с ума в течение дня в пробках среди замечательных водителей израильского происхождения и не только, кстати. Вот к чему в радио, в радио меня просто задолбали. Последний месяц, декабрь, вот, ушедшего, слава богу, спасибо творцу, 2019-го фискального года, подведение итогов, подведение десятилетия, подведение... Ты можешь подвести хоть какие-то итоги, вот скажи мне, или какая-нибудь фишка, которая на тебя повлияла, ну, кроме ухода с Фейсбука. Я, кстати, не ушел, я его продолжаю спамить объявлениями по продаже БУ вещей. Правда, это не работает в последние два месяца, я надеюсь... А, еще есть страница радио 70%. Она, кстати, довольно активная и оригинальная. Ну и все. А меня там как такового нет. Так что, я не думаю, что это заслуга, но вот за последние 10 лет что-то можешь такое вспомнить технологическое, кроме, конечно, подкастов Вундервафля, которые тебя потрясли, потрясло что-то. Меня все время что-нибудь потрясает, но это такие переходящие вещи. Да, кстати, в Израиле было парочку землетрясений до последних десятилетий. Не, это как раз я по большей части пропустил, потому что я не все время... Ну, в общем, не суть. А вот что-нибудь в прошлом году, что меня сильно порадовало, не знаю. Про биткоины мы говорили немало и смеялись над этим и серьезно как-то подходили. Тебя эта тема не веселила? Она же, в принципе, в десятилетии появилась. Ну, биткоины меня продолжают веселить, потому что... А, ортодоксы в израильском хай-теке. Разве тебя не веселят? Их просто, видимо-невидимо, развелось. Нет, но мы уже как-то обсуждали эту тему, нет? Вот сейчас я, например, с ортодоксами не работаю. Просто, ну, в компании нет. А до этого работал, но ничего. Я не понимаю, это какая-то вероисповедальная сегрегация? Нет, ну, почему? Есть ортодоксы, которые работают в хай-теке. Их, например, натаскивают на DBF. Я знаю, правда, одного ортодокса русского, который неплохой программист, но я думаю, это не широко распространенная такая штука. Хорошо, то есть ты не припоминаешь за последние десятилетия, что бы тебе технологически потрясло? Нет, прямо вот так десятилетия, ты чего? Это же... Я же тебе говорю, меня все время что-то потрясает, но... Ты помнишь, как ты демобилизовался? Да. Прикинь, как один из крупнейших подпольных аналитиков вообще кровавого израильского хай-тека и окружающей его среды и четверга, это когда хэппи-ауэры, там, жрать пиво. Большинство видов сервисов, приложений, вещей, которые связаны с технологическим развитием, финтег, эдтег, хелфкер, это все никак не связано с тем, что человечеству по-настоящему нужно. Эти вещи никому не интересны из тех, кто занимается продвижением финансовым, технологических идей. Это не приносит доход. Лучше вот какую-то... Не приносит это, потому что человеком заниматься никому не интересно. По-прежнему огромное количество бюрократ... Вот, примитивно я тебе скажу. Израиль – замечательная страна технологическая. Миллиард стартапов в год. Бюрократическая машина всех, как один, министерств по-прежнему находится даже не в 20 веке, а где-то застрявшая в междувремени. Вот это огромное количество сайтов, которые открыты, я знаю, даже фирмы, которые делали эти сайты. Сервисы. Это все не важно. Ты в конечном итоге несколько часов можешь потратить на загрузку файлов и документов отсканированных в какое-то, допустим, министерство. И в конце у тебя либо это не сохранится, либо не сработает, либо просто замечательная большая жирная кнопка «Приходи к нам завтра в 9». Но чтобы записаться в 9, тебе нужно перейти на другой сайт, который не работает, который английский не понимает и в ритм... И я не знаю, на каком он там только, на тигре, по-моему, только врубается. И все. То есть вот понятно, что государственный аппарат, он уже просто в руинах. Это золотой час для анархизма, для криптпанков, для шифропанков, для любых людей. Показайте, чуваки, государство вас уже не охраняет, государство вас не защищает, оно вас не лечит, оно вас только калечит. Давайте уже начнем как-то самообразовываться и самоорганизоваться. Но нет! Секундочку! Насчет самообразовываться, самоорганизовываться... Я просто почему про демобилизацию спросил под виду, как бы, кружок. Потому что реальные вещи ты помнишь в жизни происходившие в этой вещи. Вещи, которые не важны, они у тебя не остаются. Большинство вот этого технологического мусора новостей, это вот как на заре Арпода, когда были технологические му, Apple News. Это все такая туфта, на которой любят программисты поболтать, собрать донатов непонятно за что. И как бы жить. Может быть, пролетариат тоже, ну, сто пудов скоро исчезнет, но не так быстро, как вы, программисты, думаете. Но вот программисты, когда начнут исчезать, вот там наступит веселье. Играет музыка. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Я не вижу пока, каким образом программисты начнут исчезать. Докосить вас все будем скоро. Я недавно слышал одного умного чувака, который пытался рассказать такую точку зрения, что технологическое развитие современное, мы наблюдаем некий прогресс. Но фактически в области программного обеспечения это уже давно не прогресс, а скорее даже наоборот. И на законный вопрос, ну как, оно же все становится все веселее и все там типа круче, да, и 4К видео и все дела. Но получается, что это не результат развития программного обеспечения, а результат развития железа. То есть развитие железа микропроцессоров, ну в основном микропроцессоров, скажем, да, оно компенсирует и превышает деградацию программного обеспечения. Как пример деградации, он приводит тривиальный функционал, который был тривиален 10 лет назад, но, например, на данный момент он не тривиален настолько, что... Окей, как пример. 10 лет назад я более-менее стабильно мог загнать какой-нибудь сраный Windows XP в спящий режим. Но современный, скажем, Ubuntu, там спящий режим достигается в 80%. Причем вот эти 80% это... Поясни, почему это так опасно или так важно. Это пример деградации программного обеспечения. То есть, как бы, если мы исходим из предположения, что то, что происходит, это действительно деградация программного обеспечения, то, возможно, увеличение количества инженеров, работающих над этой задачей, не решит эту проблему. А у тебя есть, ну, допустим, просто представление. Понятно, что нестатистические данные у нас тут распечатываются на перфокартах. Почему? И что увеличивается количество именно инженеров с высшим образованием по программному обеспечению, по комьюторным наукам? Мне кажется, их количество сокращается. У тебя происходит расширение проблемного поля, скажем. То есть, грубо говоря, на микрокалькуляторе у тебя нет, ну, вот, реальной проблемы, когда тебе нужно моделировать что-то в сильно многомерном пространстве. Потому что, когда ты ограничен рамками микрокалькулятора, это просто немыслимо сложная херня. Но на современных системах эта херня, которую... Ее можно воспринимать... Современная мощность железа и избыточность памяти, сетевого трафика, вот эта вот вся избыточность, да, она порождает новые задачи, которые раньше даже не имели смысла в постановке. Ну да, как справиться с такими мегатоннами мусора? Да, например, окей, вот у нас есть видеокарты, но видеокарты выродились в устройство с себестоимостью в сотни долларов. Или даже в тысячи. То есть, оно уже стоит дороже, чем компьютер. Иногда. С другой стороны, у нас есть этот чудный клауд, и в клауде у тебя происходит снижение себестоимости всего этого дела. Ну, то есть, грубо говоря, если у меня есть видеокарта или что-то с функционалом видеокарта размером со стиральную машину, которая жрет половину электростанции, то вот эта штука по себестоимости пер-юнит вычисления, то есть, ну, или пер-ватт энергии, получается сильно дешевле. Но тогда получается, что неплохо бы вот эти все игрушки, которые нагружают эту пресловутую видеокарту, так, ну, так давайте запустим ее в клауде. В облачном сервисе, да. Но очевидная же проблема, что экраны, которые генерятся там, отправлять их тебе на клиент, сетевая задержка у тебя, в общем, определяет, скажем, реалтаймовые игрушки, бегалки, стрелялки. В этой ситуации сложно. Поэтому всякие лавки типа Интеля вписываются и пишут тонны кода, которые пытаются сделать, чтобы эта штука, скажем, чтобы у нее был какой-нибудь приемлемый перформанс. Понятно. То есть, мусор порождает мусор, если я правильно понял. Занятие бесконечно мусорными задачами обеспечивает плодоформную, ну, немного сумасшедшую работу до самой пенсии или до конкретного скатывания в шизофренические паранодальные бреды. Вот этот вот пример, который я тебе привел с тем, что игрушки, которые... Игрушки мне эти геймеры слушают. Это все скучное говно. А что не скучно? Не скучное говно начинается в тот момент, когда тебе, например, нужна сложная трехмерная модуляция. И вот в этой ситуации ты можешь крутить расчет сложной трехмерной модуляции где-нибудь в этой тучке и рассматривать канал связи до своего экрана, как настолько у тебя ограничен bandwidth, вьюпорт вот этого дела. Но там тогда ты рассматриваешь не какие-то реалтаймовые стрелялки, а какие-то сложные трехмерные симуляции, которые тебе просто дешевле гнать на тучке, чем за килобакс покупать видеокарточку, которая тебе это сможет сделать приемливой скоростью локально на машине. Давай поверну вопрос задом. Все эти вещи, которые ты описываешь в моем примитивном проэтарском сознании, говорят лишь об одном. Есть некие органы или некоторые образования, в том числе и государственные, или антигосударственные, которые не считают денег вот в этой области. И это, конечно же, все, что связано с якобы обороной, а на самом деле с атакой и с просто военной. Вот эти все вещи, да, вот военным, им нужны очень сильно. Мы живем на Ближнем Востоке. Все-таки вот здесь развитие вооружения и его одновременная проверка боем. То есть можно вот с конвейера взять и испытать что-то. Что-то придумал, опа, сразу запустил. Искать не надо, это чуть ли не во дворе происходит. Хайдековский проект, под который можно собрать денег. Да, давай. Легко. Ну, в смысле, нам конкретно, наверное, под это денег никто не даст, но... Нам бы зарплату дали. Но идея условно такая. Ты можешь себе представить новостной поток как какой-то белый шум, из которого ты пытаешься выцепить вероятность, например, условно, бомбежки Тель-Авива Тегераном. И на основании этого потока ты просто выдаешь предсказания вероятностные. Астрологи и синоптики этим не занимаются, вроде нет. Понятно. Возглавляющий генштаб армии обороны Израиля. Тут такой тонкий момент. Предсказания будущего, ясен пень, это удел гадалок. Но в этой ситуации мы в удел гадалок записываем держателей пенсионных фондов, держателей, в общем-то, любых инвестиционных фондов в этой ситуации. Всех клоунов при штабе, которые занимаются, типа, прогнозированием следующего конфликта. Тем самым повышая пенсионный возраст? Нет, просто вот за прогнозирование будущего конфликта. Но это служит для того, чтобы раздуть, и без того раздутый бюджет по обороне. Об этом даже вот в Израиле недавно как раз писали, что призыв ортодоксальных солдат был настолько раздут, что на самом деле гораздо меньше призывалось, чтобы просто тупо от государства, то есть от налогоплательщиков, взять себе на свои затянутые в шинели или в робы жопы выходные пособия армейские, побольше бабла взять у типа гражданских свиней. Я просто к тому, что, слушай, оружие становится более доступно пальцами, то есть сейчас страну может стереть с карты существования гик. Не особо подготовленный, а просто находящийся напротив правильной панельки. Для этого уже не нужен, допустим, какой-то супер-мега-навороченный летчик, которого нужно 3 или 4 года учить. А офицер дядя Вася в бункере, который сидит с ядерной кнопкой, тебя напрягает меньше или больше? Так я вот про него и говорю. Меня он вообще не напрягает, потому что, я не знаю, смысл же в смерти, вот, кстати, мы вернулись к тому, что хотели, это в том, что все хотят ее получить в тот момент, когда они незаметны, то есть безболезненно. Никто, не работающий из программистов в пролетариате, не знает, что смерть, на самом деле, охрененно болезненная. Тягомозина такая еще, вытаскивающаяся от кишки у многих, например, людей, к сожалению, это продолжается годами, иногда десятилетиями. А иногда некоторые просто рождаются и не живут. Но у них прикольно с этим, все нормально. Это, кстати, программисты. Нет, классовой борьбы. К классовой борьбе, нет никакой классовой борьбы. Я привел на телеграм-канале Радио 70% замечательную цитатку. «21 век богатые перестали бояться бедных». Вот и все. От меня сразу же двое или трое подписчиков ушло. Это какая классовая борьба может быть? У людей в руках деньги, как бы это сказать, пулеметы, я не знаю, снайперские винтовки. Сериал первые два сезона были неплохо, миллиарды показал, насколько вот эти все трейдеры, форексы, всякие аферисты, насколько они сходят с ума так быстро и какое количество опаснейших вещей. Да, не ядерная кнопка, но автоматическое оружие, вы знаете, тоже иногда может причинить до хрена вреда. В том числе и, к сожалению, детям или просто невинным людям. Смысл в том, что вооружение сейчас огромное пространство ошибки, которое может стереть область, деревню, одного человека. Это все кнопочкой, это все свайпом происходит. И вот это может быть одно из самых величайших достижений. Сделать смерть еще более мучительной или еще более непредсказуемой технологическом плане. Бро, давай я тебе тогда задвину за дзен. Нет, к дзену это никакого отношения не имеет, но есть такая... Дзена вообще нет. Забудьте об этой хрени, это вам продают те же самые программисты, которые хотят, чтобы вы страдали молча и принимали страдания. Нет, нет, при чем тут страдали, принимали. Потому что это каждый день происходит, технологически, вводя автомобильное средство по дорогам Израиля. Нет, смотри, начну издалека. Представь себе, у тебя есть ежик. Нет. Это такой сферический ежик в вакууме. У него есть иголки со всех сторон. Морской ежик. Проблема, почему так все плохо, она в том, что ты не можешь этого ежика причесать так, чтобы все иголки лежали. Смешной прикол с причесыванием ежика, это на самом деле довольно такая абстрактная математика. Вернее, это, скажем, визуализация достаточно абстрактной математической проблемы о том, почему в хаотической системе у тебя всегда будет где-то какой-то локальный максимум. И, собственно, то, что он где-то будет, означает, что ты не можешь построить стабильную систему, базируясь на хаотической системе. Хаос не контролируется. О, какой серьезный вывод. Как мы к этому пришли? А, нет, мы к этому пришли просто исходя из того, что есть гадалки при штабе. Везде они есть. Да, нет, а гадалки есть везде. И всегда были, самый прикол. Old school rules. Гадалки всегда смогут заработать каких-то денег. Если, так сказать, под гадалками, мы можем рассматривать всех выше обозначенных и, наверное, даже больше. Но, можно сказать дальше, у тебя в лавке, которая занимается разработкой программного обеспечения, есть такая должность, скажем, project manager. В рамках этой должности человек должен сказать, сколько времени займет разработка чего-либо. Так вот, фактически этот человек тоже гадалка. У меня другой вопрос. Знаешь, я переведу к вопросам насущным. Мы начали с того, что кое-кто здесь пролетарий, а до этого был безработным. Скажи мне, развитие систем, которые помогают человеку определять на разных стадиях его жизни его непредназначения, но хотя бы какие-то области, в которых он может попробовать развиться, вложить в это свои деньги, какие-то время, если не знаешь, что-то, что у него есть, и достичь какого-нибудь там минимального успеха, который эквивалентен минимальному или даже среднему прожиточному минимуму. Почему вот такая фигня не развивается, она никому не нужна в мире, в котором как бы в 40 лет тебя могут выкинуть из того, на что ты учился 10, и потом еще 20 у тебя опыта? Такие вещи. Почему они не развиваются, по-твоему? Потому что, видимо, есть аналоговый вариант... Потому что разберутся и так? Нет, 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 да, есть аналоговый вариант решения данной проблемы. То есть то, что ты описываешь, это волшебный компьютер, которому ты вгоняешь кучу параметров, описывающих тебя, а он тебе говорит, иди на курсы электриков условно. Ты такой компьютер видел? Да. Программу, может быть, приложение. Ты будешь смеяться, видел. Это вот весь автомат HR, который стоит на выхлопе из института. Ну, серьезно. О чем ты думаешь, они занимаются? Слушай, я закончил в 2006-м, ну, официально, но уже там никто не брал на себя наглость вообще пообещать тебе, что ты устроишься по той профессии, на которую ты учил. Это не наглость, бро. Никто не хотел брать на себя юридическую ответственность, чтобы ему не отсудили полжопы. Ну, и в том числе, понятно. Но есть люди, которым на это наплевательнее, тупо не знать, что. То есть за свои слова несешь иногда юридическую... Отмечаешь. Да. Вот, просто пообещает. Вот тупо даже этого на инстинктивном уровне никого не было. Я уже не говорю, а сейчас-то уже сколько лет прошло? Десятилетие. Ну, значит, кругом мудрые все люди. Я их понимаю. Серьезно. Кому бы ты... Я не понял, ты намекаешь, что я дебил? Нет. Я имею в виду... А стоило бы... Приходит к тебе какой-нибудь юноша с горящим взором, ну, или девушка, не суть столь важно, и говорит, а научи меня UX, я думаю, что я на этом заработаю миллион долларов. И вот ты с ровным лицом скажешь, да, мальчик, девочка, иди сюда, я научу тебя, как это делать правильно. Ну, обычно так и говорят, потому что большинство курсов частные, но смысл... Ты слона не продашь. Ну, вот скажи мне, что у тебя не будет никаких неких моральных комплексов на тему того, что вот такое сказать кому-то. Я думаю, что это и есть тот самый прогресс. Мы говорили много про регресс в этом выпуске, но вот прогресс в том, что... И мне кажется, это то, что я понял за последний год, не за десятилетия. Люди просто отключили себе блок моральных норм, особенно когда это касается не их конкретно самих, а когда это касается их работы, их ответственности вовне. Людям, приборам и всем остальным. И я с этим просто сталкивался постоянно. И вот это, мне кажется, прогресс. Мораль окончательно устарела. Ее уже давно нет. Ну, ты несчастлив? И не было. Зена нет, морали нет. Есть только вундервафля. Ну что ж, на этом закончим или что-нибудь еще подкинем? Такое прям вот сымис. У меня была какая-то еще тема, я не помню. Я ее вспоминал до этого. Не знаю. По-моему, у тебя памяти уже не хватает на все эти темы. Всякие безумные темы. Пей свою ИПУ. Будь счастлив. И старайся не разбазаривать остатки здоровья, потому что ты нужен, Бола. Ты нужен миру. Что не могу сказать про себя? Я вот сейчас опять озадачился, например, подбором VPN. Но я не знаю, насколько это интересно. Никому не интересно. Я могу объяснить, кому это может быть интересно. То есть... Не, нафиг. Заканчивай выпуск. Все, всем шалом. Пока. Пока. Темная улица, света нет. Иду просто. Ветер в лицо, стеклит глаза и ломит кости. Тени холодные, колосок ломкий. Только за угол зашел, а вот и они. Я один за спиной ничего. Я и они, со мной никого. Рядом ни одной доживет твой души. И я один. Просто не в том месте и не в тот час. Говорила мне, мама, не ходи туда и не один раз. Сынок, это не твое кино, не твоя война. Сынок, пойми, это жизнь, это без правил и крови. Я один за спиной ничего. Я и они, со мной никого. Рядом ни одной доживет твой души. Я один. Я один. Но и сейчас все та же, та же херня. Только сейчас все стоит. И кто здесь вожак, не знаю я. Я один за спиной ничего.